Хлеб да соль Ресторана Северный Сергей Корненко Сергей, здравствуй Привет Сегодня необычная программа Режиссер до последнего скрывал от меня, что мы будем с Сергеем готовить Я только что зашел на кухню И мне стало немножко страшно Не пойму понять, что будет за блюдо Мы с тобой сегодня будем делать драники с винегретом Просто у нас будет с тобой немного необычный винегрет Он будет состоять из свеклы Вяленых томатов, анчоусов, корнишонов, огуречков А это вот это? Это вяленые томаты Мертвые помидоры Мертвые помидоры Зерновая горчица Каперцы Зеленый горошек Оливковое масло То есть вот такая вот вкуснятина Тебе для этого Рада будет взять Я смотрю, ты мне приготовил перчатки Да, потому что свекла ты испачкаешь ручки Зерновую горчицу ты приготовил специально, чтобы я потом ее опять два дня из зубов Естественно Понятно И вместо малиновых косточек Сегодня будет зерновая горчица Давай, чтобы сначала свеклой не испачкать доску Тебе надо мелким кубиком нарезать морковь Я тогда перчатки-то зря надел Ну ладно Так и почему? Режь уже прям сразу же Мелким кубиком морковь Мелким кубиком порубить огурчик И томат мертвый Томаты можно будет порубить мелкой соломкой, тоненькой Хорошо, ты говоришь То есть ты начинай пока это И сюда все это складывать, да? Да, тебе складывать все туда Я тем временем натру на терке наш картофель Только это не кубик А что это? Ну это не кубик Вот при всем моем уважении к вам, Ефим, это не кубик По идее, если бы вы были сейчас на кухне Я бы, наверное, крикнул на вас матом Сказал, что я вас оштрафую Чтобы вы вообще любые почитали Как правильно режется кубик Вообще по геометрии Смотри, сейчас будет кубик везде Ну тогда помельче Мы все-таки делаем мелкий кубик Хорошо Драники это какое-то старинное блюдо Белорусское, по-моему Ну да, я так понимаю Что это вот они оттуда именно придумали Вот это замечательное блюдо А винегрете, слушай, я прочитал, что винегрет Если он истинно русский винегрет Ну можно сказать русский-белорусский Там обычно сельдь Почему анчоус у нас? А у нас с тобой необычный винегрет У нас с тобой вяленые томаты с моей дачи А дача там где у тебя? Да нет, нет, нет На лозунном побережье, в Ницце Там и вялились Впрочем, на крыше Этим летом Вот остались запасы В масле дома лежали Анчоусы папа привезли А я тебя же видел в Соломином там За Соломинским мостом Это был не я Это просто я оставлял свой автомобиль друзьям А я езжу Но это хорошо, говорят Соломинскому мосту скоро конец Да Что только на лозунном побережье И останется ездить Соломинный мост Это вообще что-то ужасное У меня жена Ездит постоянно к себе на работу Туда за мост И мне уже надо менять бампер Потому что она постоянно Где-то там цепляется Видите, даже кулинарная программа Соломинскому мосту Так уж бывает Такая жизнь Ну а что, на кухне так же и происходит Всегда Все трут И дожалуются друг другу на жизнь Трут морковку Трут Либо сплетню Либо сплетню Сплетню как бы на кухне Очень люди любят Немаловажный факт Сейчас будет У нас с тобой Я вот натер картофель Картофель дал воду То есть крахмал Его надо чуть-чуть отжать И слить Это лишняя жидкость А, они могут разваливаться Тогда, да? Ну да От крахмала Как бы только воротнички По идее стоят Есть такая, да Присказка Никогда не тер На терке картофель Почему-то Я вообще до знакомства с тобой Мало что ел Мало что тер Мало чего необычного Чего ты делал Сюда мы добавляем яйцо Анчоусы Как я забыл Я уже нарежаю Просто мелко поруби Чтобы Они были там Мы не понимали Что это анчоусы А в коже был Да Чувствовали вот этот вкус Да В русский винегрет Входит селедка В наш винегрет Входит анчоусы Как иногда покупаешь Готовую селедку Под шубой Она где-то есть Но ее не видно Вкус присутствует Вкус присутствует Так надо посолить Я тем временем Разогрел масло Кладил Сейчас прям в этом кружочке Мы будем жарить Прям в этом кружочке Выкладываю в этот кружочек То есть надо пол кружок До половины Да Ну ложку столовую Сам кружочек снимаю Переворачиваю на другую сторону Потому что если опять-таки В ту же сторону выложу Там все прилипнет Выкладываю второй Вот как они получаются Кругленькие Да В магазинах Где продаются уже готовые Они такие Разных форм Мы с тобой делаем Немного другое блюдо Наверное сначала пожарю два Потом еще два Давай Свекла Свеклу надо потереть Правильно? Нет, свеклу надо тоже Нарезать мелким кубиком Потереть было бы очень легко В последнее время Я заметил, что ты постоянно Халяешь Я работаю Слушай, а если положить Например, все это было В этот В комбайн Такой То же самое было бы Что все это положить в комбайн И порезать Дикомодной такой штукой У нас с тобой бы не получилось Потому что в комбайн В основном кладут сыр и овощи Из-за этого получается нарезка А так как у нас с тобой Томаты точно не порежутся Анчевусы не порежутся Огурец, может быть, порезался Но его бы разорвало Потому что он очень маленький Поэтому не стоит доверять Кухонным комбайнам Когда есть руки Посмотри, у тебя стал получаться Практически великолепный кубик Это кубизм Я думаю, что половинку свеклы порежут Ну вот это, да, вот остатки А вот ту половинку оставь Так, я тем временем У меня Два дранника готова Сейчас пожарю еще два Итак, винегрет порезан Сергей выкладывает на тарелку драники Что же мы будем со всем этим делать? Я-то винегрет, понимаю, надо перемешать Теперь, Ефим, туда надо добавить тебе Зеленый горошек Зеленый горошек, да, прям так высыпал Горчицу зерновую Я тем временем порублю тебе чуть-чуть туда каперсов И чуть-чуть оставлю на украшение Оливковое масло вот у тебя в соуснике Холодного отжима Опять-таки с моей дачи Сколько? Лей еще Отлично Перемешивай все ложечкой А это что, сметана? Вот на тебе это вот сюда Сейчас увидишь, что это Это у нас с тобой будет Мы же должны с тобой все-таки себя баловать И красиво кушать Сюда мы с тобой не добавляем соль Потому что анчелусы у нас соленые То есть слегка добавляем перчика Отставляем его сюда на центр стола Вот тебе тарелочка, вот мне тарелочка Вот тебе колечко, вот мне колечко Кладем дранчик, пальчиком аккуратно его туда Утрамбуй Утрамбовал Теперь мы нашу с тобой смесь Делим на две части То есть я тебе сейчас положу А ты ее будешь, да, утрамбовывать Вот, утрамбовывай Сильно не мне, но чтобы было плотно Я знаю, что сейчас это получится Это будет русский народный национальный гамбургер Драника с винегридом Да, это вся та антикризисная программа Просто раньше на Руси-то люди все-таки жили хорошо Они могли себе сущика завялить вместо анчелуса Могли томатов повялить, так как они зимой не росли А как еще хранить невяленые Морковочку отворили Горчицу зерновую поставляли татары По-любому Может быть даже и у шведов брали Там у них были выходы за границу раньше Командировки Командировки Швеции Я тут недавно читал буквально про историю Карелии Вообще, когда она образовалась и все остальное Раньше здесь были давным-давно различные поселения Что там шведы и все остальные Теперь пальчиками аккуратненько Чуть до сыроядцы Да Это совсем давно Аккуратненько пальчиками опять-таки придавливаем Теперь Предлагаю вот так вот сделать, сдвинуть, да? Чтобы у нас этот край тарелки был занят другим Придерживая Аккуратненько снимаем колечко Ставим нашу с тобой сметанку, да? Сметанку все-таки, да? Да Это все-таки сметанка Должны с тобой чуть-чуть украсить Так называемым салатом-микс Состоящим из пресе Радичи Лола Бионда и что-то, наверное, там еще Чего? Лола Бионда А, да Белая Лола И Бионда Да, есть еще Лола Роса Она такая немного красненькая Это практически как с мартини У нас с тобой осталось чуть-чуть каперсов Каперсы что-то вообще? Каперсы это почечки Не помню какого растения Вот так с тобой сверху ими украсили Ну, по идее, и все Ну что, Сергей Не время ли попробовать нам наше замечательное блюдо? Это как тортик Ну, он, конечно, немного ломается Потому что у нас все-таки внутри Необычный винегрет Да, необычный винегрет То есть вот мы отрезали Берем сметанку Тут как бы главная вот эта сама начинка Теплый картофель Ну, имеется в виду теплый драник Холодная начинка И доброе сердце Как я люблю говорить И доброе сердце И вот эти вот вкусы, которые немного необычные Ты заметил, свекла стала чуть-чуть теплая Не так, как нам обычно подают холодные винегретки Потому что он такой тепленький Эти кусочки соленого анчоуса Хрустящий огурчик И запить нечем Кстати, в Северном акции Даже думаю, сегодня остаться Задержаться после работы С ночевкой Ну, он сам как пойдет Ну, короче, вкусно очень все Да Так, Сергей, спасибо Все было очень вкусно В принципе, как всегда Я напоминаю Этот и другие выпуски нашей программы Можно посмотреть на сайте TNT-Defis-Onega.ru Всего доброго До свидания До свидания Субтитры сделал DimaTorzok